Приветствую тебя, любитель шестой цивилизации! Это продолжение моего FFA-сериала в дополнении Rise and Fall, в котором я играю за Мапуча против семи соперников, и все нации как раз из дополнения. Зулусы, шотландцы, корейцы, Кри, Грузия, монголы и Нидерланды. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, давайте сменю на строительство поселена. Поэтому я пошел спокойно развил и развил. Триота. Какие? Черепаха. А вот эти очки, что я перебрал в эпоху, они сохраняются или нет? Вот мне тоже интересно, потому что я только набрал, что там на следующий обычный век уже хватит. Да, сохраняет. Так, ну все. Приятного аппетита. Че все? Еще сиди один ход. А че там сидеть? Ну, завою тебя полностью, тогда да. Так сидим еще один ход до последнего. Даже артиста захватывает не Зулуз, а шотландец в итоге. Зулуз. Так, а че ты тогда... Почему шотландец кричишь, чтоб сидел? А че такое? Не дело. Да, вон, один удар ему лошади нанести. Блин, надо было взять еще на одного посла. Мультик, посмотришь? Угу. Да, графики увидишь. Угу. В принципе, оно и к лучшему, полвторого ночи. Ууу. Зачем ты туда заходил? Как зачем? Я давно ждал события, вот хочется с людьми живыми поиграть. Не, ну и грош могла затянуться. Ну, в прошлый раз мы играли до пяти утра первую партию, потом доигрывали на следующий день. Ну, у меня было, по крайней мере, до... А, до каких пяти? У меня уже рассвело до восьми утра, по-моему. Ну, это не прикольно, по-моему. Так играть здесь уже, когда-нибудь превозмогаешь. Да нет, может кто-то привык. Ну, я специально себя настраиваю на ночную партию. Я вот, например, тоже спокойно до восьми утра могу сидеть, потому что я... Мне главное, ребенка спать уложил, собак прогулял, все. Блин, сейчас столько места слева грузин, конечно, было. Вот это вот твоя война в Шотландии. Да там и слева, там и сверху. Ну да, там просто просторно. Ну, война была бы в итоге, все равно бы с агрессией с другой стороны. А у тебя не было другой стороны? Не, ну, по-хорошему делу, конечно, мог войти, потому что ему места мало. Вот в шестой цели точно нет смысла воевать. Не, ну, я не знаю, я пошел, наверное, если бы не будет такая возможность, я пошел бы все-таки на Звуз. Послушайте, а вот Монгол с Нидерландом что думают по поводу того, что там двух человек забирает один? Прошу заметить, я не специально. И не надо делать отмазки, то типа, ай-яй-яй, они на меня сами напали. Так и есть. Нет. Как нет, когда да. Ты на меня напал. Ой, я встретил аж две новые цивилизации. Вот. Где? Я, я правда не знаю, это не важно. Напоминает Fallout заставка. Артист побежден, я его даже не встретил. Встретил, наконец. Я тебя встретил. То есть я тебя встретил и все, и тебя победили? Да, мой этот разведчик подошел к твоему. И все. Так, все к копью финны бежим дружно все армии. Может он с одним городом стал. Ну ладно, все, играйте, удачи. Либо злус ваш, либо вы все злуса. Спасибо. Спасибо за игру. До следующей партии. Так, давайте думать. Раз, два, три. Ну я бы еще вот тут ставил город. Что купить-то? Вот. Все, теперь ты не справишься. Блин, у меня ггшка война объекла. Где я ггшки? Где я ггшки? То есть все это паника. Надо бы поднастроить еще кавалерию ну, со сверху рыцарей, то есть боевых колесниц понаделать. И бонус к вере для этого священного какой-то странный ученый. Бонус к вере для этого священного нечего. Тут уже флотоводцы. А, ну ты Грей получил, потому что не видно чья нация. Следующим ходом начинается героический ход. Грей, ну ты, короче, в вармонгера превратился, да? Пока я с тобой не играл. Так я вообще не играл в это время. Ну, что не превратится в ванморг... Ван... Блин, вот в это слово, если такая замечательная нация на это дело есть. Не, ну я три игры последних с ним, он все время кого-то атакует, захватывает. Я ж не про эту игру говорю. Так получается. Я вон в предыдущей игре из-за этого паунд... Ой, не паунд... Как он там? Ну, короче, за... И аналог инков там. Шестью рыцарями этого... убил. Пять центов. Кто ж виноват в этом? Что-то он дает героически, я скажу лучше. Подожди, у меня тут уведомление два километра. Так, вопрос. Курдизас, мы дружбу продляем с тобой? Да? А, можно, в героическом можно три устремления выбрать. Ну да. Круто. Все, встретили два очка передвижения, можно... Мне как бы воевать больше не интересно. В средстве строить дешевле по... Ну, не очень. Я навоевался. Вдохновение... Даже импи не успел выйти, вый... Озарение... Бонус. От центра коня. Мерцы дают не только золото, но и науку, зашибись. Сейчас мне науке еще привалит. Ну и... Блин. Блин, я даже так не убью коняшку. Кроме того, ну, выявить этих... Чего-то? Плюс два действия, плюс четыре очка великого пророка заход. Охренеть, это... Грузинская столица так далеко от маней, что я даже караван из нее в свою не могла отправить. О, Леша. Не, на самом деле у Грузии такие-таки шикарные места были. Да там все круто было, да. Я говорю, первый город вот туда наверх. На три шоколада. Вот между гор поставить. Вообще сказка. Это видео выходит при поддержке глобальной космической стратегии consoleworld.ru И там появилось дополнение с новым балансом. С нуля в игре за пять минут выход в космос. За полчаса развития до фрегата. Через полтора часа уже можно кромсать ящериц. Заходите на consoleworld.ru и не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание Леша Рептилоид. О, скаут еще бежит. Надо убивать. Интересно, из этого лагеря... Я думаю, этот лагерь уже Стокгольм мог разложить. Сколько там у Зулуса городов? Да, он тремя городами и только Цухуми захватил. Странно. Слушайте, а есть какая-нибудь конкретика по тому, когда переход в другую эпоху? Учина Тогда бы там не говорилось, сколько ходов осталось до следующей эпохи. Если ты откроешь, то увидишь, что написано 19-29, то есть игра так приблизительно думает, что вы через столько-то ходов выйдете, а когда, по-моему, я где-то сейчас, что должно быть половина игроков. Подожди, что я открою? Ну, открой вкладку «Ход эпохи». Самая верхняя правая вкладка. Ход эпохи. Хронология, да, которая? Верхняя правая. Ты правая понимаешь, где? Справа. Правая вверх, правая у тебя на экране. Ну, смотри, «Ход эпохи» в следующей эпохе 19-29. Все увидел, извини. По-моему, там, когда половина игроков переходит в следующую эпоху, тогда начинается эпоха. То есть, видимо, вот перешли, а эта игра как... Ну, и опять же, я точно не знаю. Может, вот предварительно там что-то пишет. Потому что, вот у компьютера... Когда я против компьютера играл на божестве, у него там, типа, офигенно куча этих бонусов. И эпохи очень быстро сменялись, реально. Вот тут я чувствую, что у нас медленнее смена идет. То есть, я думаю, что все-таки как-то влияет на то, кто куда переходит. Что-то... Я не понимаю, ты на нон-модоле прокачиваешься просто или что? Блин, я очень зря стремя, конечно, открыл. Ну, так получилось. Блин, стены надо построить, реально. В этом городе надо построить стены. А что ты каменоводный раз... Инженерное дело ускорить. Буду камень крушить, ломать. Так, давайте, знаете что, на один ход я возьму первого посла. Вот так, на один ход. Дорогую зону, что ли, хочешь? Открою. Ну да, надо же их куда-то поставить. Нет, нет. Нет, родицу открою. Да задержись. Держись. Да, спасите меня, держусь. Здоровья еще чуть-чуть не помешал бы. Торговый путь в Валетту, пророк для Карфагена, флотоводец. Это я точно не сделаю. Создать рыцарей для Преслова, это можно. Гавань. Ну, кстати, гавань... А, мне сейчас еще... Это должны голды отсыпать, да, закрылись? Это хорошо. Интересно, если я убил обоих игроков, которые объявили мне войну в кризисной ситуации, что-то произойдет. Ну, ты ничего не получишь. Это будет печально. А какой кризис был по поводу чего? Ну, он же захватил мою стольню. Вернуть столицу шотландскую. Потому что, опять же, я видел пока только за захваты городов-государств. Все. Других кризисов не было. Они должны были вернуть шотландскую столицу. Грузия, Грузия, Денисберланды. Религия, основания. Брэйврия является единственным. Возвращаем обратно. Плюс 2 к влиянию. Бен, как мне так подгадать? Кстати, теперь... Вот торговая республика прям не самое крутое. Я бы сказал. Плюс 1 жилье за каждый уровень стен. Плюс 50% очков влияния. Короче, не получится копейщиком захватить. Может, в монархию выйти? Тебе прям лень дехот подождать, да? Это канат хилится. Город в смысле. И опять не захватишь. А это надо галерами окружать, а там надо. Ну, короче, это очень долго. А луком, если ударить? Не, не хватало. Ладно. Нужно было 2 лука. Ну, че, дали тебе голду? Не, там кризис закончится, еще 6 ходов. Че, 6 ходов не узнаем. Вы, правда, уже не узнаете. Арчу, у тебя какой-нибудь ресурс роскоши будет на... А, блин, вы уже воевать стали. Да, скоро будет. Так, кого мы тут у него, не этого, я тоже не хочу ученого. Все от него отказываются, и я в том числе. Ладненько, в общем, всем спасибо. Всем за гром. Всем спасибо за игру. Что-то очень быстрая игра из 8 в 6 превратилась. Ну, через 10 ходов будет FFA опять. Такое бывает. Что же ты вообще как-то все грозился, грозился напасть? Да я не грозился напасть. Это же он нападал. Да, он же поставил на клаги для нападения. Вообще производства нет. Все долго строится. Так, куда мы будем тут города? Ну, вот сюда и сюда ставить. Потому что тут лошади. Еще янтарь есть. Так, здесь стены сначала, потом уже... Здесь военный лагерь надо будет поставить. Поднастроить, в принципе, для защиты. Так, ну что, в средневековый явно пошел. Что-то кур... город так не поставим. О, блин. Очередной раз нам модул берется. С ггшкой? А, индейца, ты рицарь апнул, что ли? Из этих... Из колесниц? Ну, да. Построил? Апнул? Апнул, конечно. Это стандартная схема. Я не такой опытный, я не знаю. Стандартная схема. Стратегия требует思考. Тактика требует... Обзервирование. Не, слушай, Арчи, дали денег. Даже несмотря на то, что их нет. 800? 600. Вот и на ап подъехал. Все эти толпы. �로, без нее. С Daveмису... Слава. Ну ладно, я не знаю, что я думаю, что я буду использовать в армии, в армии, в армии, в армии, в армии. Хм, куда лучше посылать, так и что? Да, тут дышние очки великих людей мне дают. Тут преслов, что-то, за каждое здание поставлено 2 единицы лояльности. Ну, такси, просто Димарчик какие-то задания выполнил. А валетта, здание в центре города можно за... Блин, всё какая-то фигня. Ладно, просто преслов, чтобы получить бонус от военного лагеря там. Или оно не на лагеря тебе работало, сейчас надо глянуть. С казармами или конюшней, ага. Так, этот город... Стояночка. Город сюда. Ещё один струем ещё одного поселенца. Сразу. Ну, сразу забьём места, поставим города здесь. Три. Да, и четвёртый ещё где-то здесь, наверное. С Юсемити, с озером. Нормально будет. Быстро кореец падает. Ну, там 10 лицарей. Так, надо бы мне пикинёров построить. Противокавалерийский средневековый. Где карточка на это дело? А, ещё Арчи дали плюс 2 к атаке на города любых игроков до конца игры. Ну, видимо, да. Просто написано, плюс 2 боевые мощи при атаке город. Ну, это закризисная вот эта ситуация. А у него была какая-то кризисная ситуация. Это тебе дали? Мне, мне. Мне дали. А, тебе дали. Какая-то карточка на юниты средневековья. А, ну вот она, она у меня уже есть. Так. Надо её сейчас принимать. Знаете что? Три города я поставлю. Пока тут надо уже строить этих пикинёров. Иначе, может, всё грустно закончится для нас. Затем твой курс по звёздам, а не по свету. Ну, будет, я в такую защиту играю, просто потому что мне есть куда развиваться, мне нет смысла воевать. Вот это вот всё. Да, и здесь пойдём в арбалеты. Максимально. Максимально. Продолжение следует. Продолжение следует. Поехали. Продолжение следует. это название таким гулу мапу пэль мапу мапу любимое слово мапу видимо этих индейцев так этот куда идет да правильно сюда что не только два лучника осталось 1 убили где-то печаль и и 659 в принципе это сложно будет мне вот сюда пикинера поставить здесь 2 здесь не знаю как ему нападать на меня так что хотя бы штучек 5 пикинеров построить и можно расслабиться вот мне еще кстати караван бежит что нормально все как harp и и и и и и и и и Пойду в монархию На... Так, я хотел карточку Поставить... Так, уберу 50% Блин, и бонус кампуса, наверное Наверное, бонус кампуса Уберу, поселенцы надо все-таки достроить там одного И... Плюс 50 кинутам Антиквалерийских юнитов Средневековья Вот это То есть, чтобы пикинеры быстрее строились Пирамиды построил Так, давайте юниты, обороняющие территорию города Получают плюс 5 В боевой мощи Блин, что тут изделает лагеря? Да у них вообще тоже территория немерено Можно ставить Города Водяная мельница Рост Города офигительный Центр коммерции Так, все, они у меня бегут, тут я дострою Грай, кстати, я вот тут скорее там закончу Как тебе насчет Как тебе насчет Военный союз там и этих там остальных там Военный это интересно Научный нам мало смысла запрещать Ну да, так вот это, объявить дружбу туда Я уже вышел, ты у тебя скоро? В смысле, я уж там давно Я, конечно, посмотрел по союзам Научный по мне так самый такой Менее интересный Прикольный вот культурный союз Потому что очки великих людей Дает Просто посылая караваны Ну военные, естественно Экономические, ну золото Сверху неплохо, а вот научный Он и науки мало дает за караваны А какие там способности на втором уровне То есть я смотрел и как-то оно Неприкольно было Подожди-ка, лесу, у тебя два города только было? Три у него? Нет Три города у него Ты, так ты его захватил уже или нет? Ну вот, тут недолго Ну ты захвати Смотрим, что лучше Смотрим Военные, судя по всему, стоят заключать именно С нациями, которые не рядом с вами Крутый зас я уничтожил и варварского скаута чтобы он твоего поселенца не схватил где спасибо там вообще сверху от твоего скаута ой от твоего поселенца еще есть варвары ты ставь быстрее а я наверное союз тогда с монголами сделаю первый в мире флот капитаны говорят докладывать у меня есть куда расселяться поэтому прям воевать и в войну вот чимамуль я зря не строю надо глянуть что у нас тут о по престижу вот на этих престижных клетках это чимамуль постройку шан культуру дает нормально так уж не много тут престижных клеток ну вот престиж средний ты считающий 4 минус 2 плюс 1 на территории объекта и Я, пожалуй, откажусь. С тремя повышениями довольства и жильё. Нет, пока не буду. Так, два хода. Экскалация и билетаризм. Два хода нет пока. Опять же не буду менять. Давайте с монголом союз заключим. Военный. Военный союз. Не понимаю, почему я не могу. Хм. Сюда. Я по какой-то причине не могу союз никому предложить. То есть он есть. Я его выбираю. Но кнопка предложить союз. Вот я нажимаю и ничего не происходит. Интересно. Может и тому, у кого нету его. И надо же сначала дружбу объявить. Нет, дружба естественно есть. Может союз. Может. Второй человек не вышел в союз. Ну тогда бы наверное у него не было там видно союза. Я не знаю. Нет, по-моему союза вот прям с начала игры видно. Да нет, ну все уже в том. Тут не вышли в союз, только Грузия и Шотландия походу. Ну сам док еще может быть не вышел. Монголия, Нидерланды, вы вышли в союз? Ну это гражданская. Да, у нас районный союз. У нас с тобой оборонительный союз? Грэ, ну я предлагаю объединяться. Я на следующий ход беру. Ну берешь, потом как бы заключаем. Че ж ты. Я ж озвучил уже. Тем более мои соседи как бы заключили военный союз. Так что я в любом случае приму его. А твои соседи это Голландия и... Ну Лёля. Ну все, сейчас устроим. 2 на 2 разговорчик. Не, я тоже с Монголом буду. Ну я с Чаку против тебя и Голландцы. Голландцы. Ты это, Лёша забыл. Там Голландцы. У них преимущество. О, объявлен кризис. Хорошо держись. Ха-ха-ха-ха-ха. Что за кризис? Не знаю. Не знаю. Смотри. Если он серьезно, что Голландцы сделали для веселения. Был, он не мог устануть. Ну, давайте ребята принимайте. Я подожду, пока не буду город забирать. Не, ну там кортизас вроде бы уже войну объявил Взрыв кстати да хуман спасибо всем спасибо 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 за игру спасибо за игру а у тебя же это нация что у него за нации что союз видимость дает вообще вот так нас быстро 5 осталось слушайте монгол голландец предложите мне военный союз я почему-то не могу отправлять вам предложения я понял они типа союз заключили и другим видимо нельзя может нет не голландец прислал почему тогда не знаю и военный пошли в голландии зачем научный как я могу те караваны научные посылать вот в чем прикол ну да на конце было бы жирно со всеми по очереди военный заключить а точно да точно одному типа союза можно только да да так и есть на тогда плюс 25 получилось 25 получил и пошел то просто носить налево и направо всех оставшихся кто не успел тот опоздал голландец если объявишь арчи войну объявишь войну и мне я так-то никуда уже не спешу мне пока дорога пласят на следующий этап развития у нас одинаково кстати до года одинаково смотри арчи вот мою столицу и шотландии как тяст перестал лунди и что лунди и стерлинг ну да тут эта пустыня не в тему принципе ну если бы тут вверх можно было сидеть если бы можно не понял кидать войну голландии я а его ок чтобы голландии кинула войну ну вот тут вот этот кусок слева для кого вот он играет как ты думаешь это один город даже поставлю какова так вообще конечно все как был так остался ждем пока в цепи велки сделают шестер так ну арбалеты можно тут оставить пока и под последний посел построен как там война ты у него чем захватываешь кто у кого ну короче я вот только что захватил лагерь вообще около границ монгола на другой стороне карты от меня не знаю в клетках двадцати и мне за него дала почему-то очки эпохи вот стоит надписью как ты грей говорил что типа мы а были лагеря рядом с моими границами я захватывал меня за них не давали ничего не такое ощущение что это на один лагерь в эпоху удается просто и все вот ты когда вы в эту эпоху захватил лагерите вот эти очки отсыпало на смотрим так стоп вот ингрессор строит банк и рынок давайте что я не буду тогда тут рынок строить это смогу потом сделать и так ну тут блин в этом городе строить промышленную зону нет никаких надо в столице строить промышленную зону конечно лиц этот мы с тобой может он как бы союз там этот но очень не давай культурный давай культурно ну реально с ним нет смысла воевать вот просто строить или давать тут нет твой а мы заключим союз я убью в ту и территорию так до производства монумент в принципе играем и так то своим союзом уравняли если там они вдвоем нападут на кого-то на по сути у меня-то уже война с голландией как и у тебя сейчас ну ну да валет придется снести слушай ну твои корпуса смотрю мне так блин а вот где голландии вот есть крючок куртить застки получается поступил в кризисный этот скалко там подал 18 ну вот это спасибо за году я никак не могу там нападать они же ведь арчи еще и строится эти корпуса уже как просто сказать можно вообще по своим кстати арчи чё ты именно зуб хочешь зулусом объединяться я все как разу тут не стоит помогать я никому не помогаю они вдвоем заключили союз если они на кого-то из нас вдвоем нападут то мы умрем как они вдвоем могут напасть на тебя например 1 ну вот они как раз вдвоем мои соседи не рассмотри на самом деле лишь они заключили военный союз и голландец объявил ему войну чтобы курдизас получал преимущество плюс 5 так что если уж они как бы так делают почему ему так жениться так нужно все уже исследовано тут можно посмотреть что есть ну я еще два пикинера построю принципе тут мне идти в мои юниты я думаю не стоит а там защитник пир у меня есть такой второй дороге я не смотрел на я думаю что там так жестко защитой блин неужели как это дает но у него плюс 15 против сейчас на свои территория с генералом плюс 20 минуты как он до 68 умеющих судаке я не хочу туда нападать нападать как ты друг сам у меня тут генерал сейчас виктор подъедет пойдем машины движки пока поубиваем да надо убить тут немножко и кстати грейв выгоднее этого все таки ж первым брать ну на районы или на что нет 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 этого но это если ты рубишь что-то то наверно а так если нет ресурсов что-то я не уверен я в этой игре не срубил ни одного леса вообще столицы а не один уже в средневековье там где стоит центр коммерции так нечего было больше банк и рынок мгновенно и чубан получать две ячейки шедевров это здорово блин вот это я бы ученого получил провести как подняться очки союза видимо вести совместную войну ну точно караваны поднимают а ну дам он если 30 25 короче за торговые пути тут только ну культурные плюс один у нас все равно идет типа а военный дай посмотрю тоже за торговые пути но почему у всех так ну плюс один по умолчанию остальное за торговые пути вот так через 40 ходов будет 2 для этого над союз перезаключить до того как он закончится это плюс 2 торговых путей поставим здесь содержание юнитов уберем к юнитам кавалерии плюс одно удовольствие в городах с гарнизоном ну ты сейчас на что лучше не ну давай попробуем давайте бонус кампуса все-таки так теперь надо рабочих купить здесь строим вот промышленную зону надо строить 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 отлично 3 4 до этих недо не дотягивается особо и не надо здесь здесь кампус здесь кампус так что еще раз плюс одно жилье на каждый уровень стен плюс 50 процентов очков влияния ну так себе честно говоря все это как-то не особо нужно мне бы все-таки торговую республику круче было бы открыть поэтому пойдем сюда постепенно а ты видел как этот становится классно их не уникальное здание нет ну вон под холмами получается 22 просто 2 2 2 2 2 2 3 где где с какими холмами вон ну вон под мастерской где петро город украшен что это и вон что это я ничем не думаю что это я не думаю что это я не думаю что это так это армия с той войны не она сейчас будет убивать не бишь кто-то там из вас не войну объявил кто ее созерен так пикини разрешено библиотеку строим ну откуда суши арча захватив города корейцы тебе его эти районы он то есть они как бы стали обычными компусами или остались этими салонами как это как они науку дают в общем как обычно салон всего она 2 было просто прикольно тогда он же понимаете корейцы же могут как раз ставить эти салоны без всяких бонусов к соседству будут получать 4 науки ты захватываешь их и и у тебя как раз руки не фигают и для тебя получается эти районы бесполезные особо я уже вчера испытал то проблема нас скорее именно так и есть блин не что хотел 12 блин хотел этого ученого взять урон фиме of something tangible to fall backup ну пока не буду ничего менять пускай так так что у нас у союз этот дает пока просто плюс 2 культура от торговых путей вот второй уровень будет очки великих людей дополнительно давать друг спаси там рыцари внизу вот так и вот у нас все равно и бегу с калтом а и 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 ну и и и и и и и и есть Это серьёзная образа Там, да, нормально, я вот наложу-ка Исчезает Но только пока так Тут такая территория, он, на самом деле, пытается КГшку просыщить Монгул так широко расселился А, нет, маскаты нам модулом захватил Семёж, сколько-то он запустил ко мне? У нас уже глянь Три Я два Уже полтора очка, ну, наверное, наберём на следующий уровень Да, тут набирается Я сначала думал, что, типа, они вот эти очки союзов тоже не отскалировали от скорости А потом понял, что оно, на самом деле, быстро наберёт Что-то ещё даёт, на самом деле Надо глянуть Этот, как его Кур, убери апостола от моего города Чё-то тут стало У тебя скаута мало, тебе надо прям смотреть, ну, ясно Количество получаемых очков союза можно увеличить, заключаясь с союзником торговые сделки Мы с тобой что-нибудь ещё меняемся ли? Надо какими-то ресурсами попробовать поменяться Ну, что-то проверить У тебя, по идее, два серебра должно быть, нет? Ну, давай, ладно Слоны на чай поменяю тебе Так, не знаю, сейчас оно увеличится или уже с следующего хода смотреть Наверное, следующий ход надо посмотреть Поехали 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 Селитру откроем на карте Загляните на console.war.ru Воспользуйтесь кодовым словосочетанием Лёша играет А на этом пока всё Продолжение, надеюсь, появится завтра Спасибо, что досмотрели до конца Я, Лёша Халец, тот, кто сделал это видео У меня к вам несколько просьб Во-первых, не забудьте поставить лайк А во-вторых, поделиться этим видео Раз уж вы досмотрели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению моего творчества Для более широких масс На этом всё Играйте в умные игры